Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну, наверное, мы не можем миновать тему того, что происходит у нас в Америке, эти погромы, Антифа. Вот давайте об этом. Да, Сергей, я думаю, что эта тема, которая действительно достойна нашего внимания, к сожалению, погромы, грабежи и другие акты вандализма, которые затопили сейчас улицу прогрессивных городов США, это, на мой взгляд, циничная попытка подорвать репутацию президента Трампа в преддверии ноябрьских выборов. Но кто стал ударной силой этих погромных отрядов, откуда они взялись и сумеют ли добиться успеха? Я хотел бы поговорить сегодня об Антифе, откуда они, кто они и почему опасны. Одним словом, я хочу поговорить сегодня об обыкновенном антифашизме. Знаете, есть такая расхожая фраза. Фашисты будущего станут называть себя антифашистами. Эти слова часто приписывают Винстону Черчиллю, хотя, похоже, Великий Трибун их как раз не произносил. Настоящим же авторам следует, судя по всему, считать произнесшего однажды приведенную вот эту вот фразу, сенатора из Луизианы Хьюи Ирс Лонга. Причем ирония судьбы состоит в том, что это был радикальный демократ и популист, намеревавшийся ввести в стране жесткий прогрессивный налог, отмененный для бедных и огромный для богатых. Но Лонг был убит в канун президентских выборов 1936 года. В принципе, он скорее подошел бы на роль героя этой фразы, а не на автора афоризма. Но так или иначе, он был автором этих слов. И вообще интересно, что его фиография легла в основу романа знаменитого Уоррена «Вся королевская рать». А более того, он стал прототипом главного персонажа романа Синклера Льюиса. То есть он был таким человеком, которым видели возможного фашистского диктатора США. Но он был, как я уже сказал, в 1936 году убит. Так или иначе, те, кто провозгласили себя сегодня борцами с фашизмом в Америке, на самом деле ошеломительно напоминают фашистов, возвращая на скоты удивительные фразы Хью Лонга. Ядром нынешних погромщиков, воцаривших в хаос во множестве городов США, являются хорошо организованные и крайне агрессивные молодежные группы в черных футболках и черных повязках, которые закрывают свои лица отнюдь не в связи с бушующей эпидемией китайского вируса. Они действуют всегда, я цитирую, с одинаковой тактикой. Они оказываются на каждой улице и в каждом городе. Они используют везде одни и те же лозунги. Так рассказала на днях телеканалу Fox News известная военная корреспондентка Лора Логан, которая подготовила подробный репортаж о происходящих беспорядках. А какая у них экипировка, спрашивает Логан. Это совсем не просто эмоциональный сплеск. Это люди с четко разработанной политической программой, которую они приводят в исполнение. Логан сказала, что речь идет о крайне левой экстремистской группе и назвала ее Антифа. Это радикальная организация боевики, которая слажена и целенаправленно, по словам Логан, дестабилизирует ситуацию в стране, извлекая выгоду из этого беспорядка на американских улицах. Есть множество инцидентов и все больше свидетельств, которые указывают на участие анархистов в этих протестах, подчеркнула Логан. И они не просто использовали протесты, перехватив инициативу. Нет, они их координируют и наращивают. Ну и раньше, конечно, мы слышали, что генеральный прокурор США Уильям Баг официально сообщил, что именно Антифа несет ответственность, по крайней мере, за часть разразившихся в стране беспорядков. Они умеют перехватывать полицейские сообщения, рассказывает Логан в своем репортаже. Они отслеживают движение полиции, используют безопасные средства связи. Они знают, куда направится полиция и знают, как предотвратить действия правоохранительных органов на их инциденты. И все это напрямую, конечно же, связано с вырастанием эскалации. По словам Логан, усилия этих анархистов чрезвычайно последовательны и охватывают всю Америку, что говорит об их реальной организации, реальной инфраструктуре, обучении, снабжении и финансировании. В какой мере бесчинствующие в разных городах группы на самом деле подчинены общему руководству, являются ли единой структурой или же остаются автономными бандами, просто координирующими между собой действия, сказать пока сложно. Но, возможно, это не столь принципиально. Вероятно, куда важнее другое. Сами боевики Антифы декларируют непримиримую борьбу с фашизмом во всех его проявлениях, разумеется. Однако, если вспомнить известный утиный тест, автором которого, судя по всему, был американский поэт Джеймс Рейли, люди в устрашающей черной униформе и слаженно громящей улице, использующие другие формы насилия ради продвижения своей идеологической и политической повестки дня, куда больше напоминают фашистов, нежели борцов с ними. Сторонники Антифы утверждают, что движение, сделавшее ставку на активный, ну, иными словами, насильственные действия, скорее ближе к анархистам, нежели чем к традиционным левым. Но совсем не случайно предвозвестник анархосиндикализма Жорж Сарейн, который жил на рубеже XIX и XX века, ярый адепт использования насилия в политике, кстати, страстный поклонник Ленина и Муссолини, которых называл величайшими политиками своего времени. И он считается предтечей одновременно всех трёх братских идеологий социализма, то есть коммунизма, фашизма и анархизма, которые отчаянно враждуют друг с другом, но всегда готовы объединиться во имя совместной борьбы со своим главным врагом, либеральными демократиями и их ценностями, которым западное общество стало приходить полтора столетия назад. Так что Антифа с возведением насилия в рамк важнейшего и неотъемлемого аспекта, который, наверное, сделал, необходимого для достижения поставленных политических задач, вполне по праву является достойной преемницей всех трёх идеологий, последовательницей царелия, и коммунизма, и анархизма, и фашизма. И на чёрно-красных знамёнах ей явно не хватает третьего цвета, коричневого. Кстати, словарь Мириам Вебстер, наиболее известный американский онлайн-эвыстав саловарь, толковый, говорит, что слово «антифа» впервые было использовано в 1946 году и стало сокращением немецкого словосочетания «антифашистische akzion» — «антифашистское действие». Организация с подобным названием существовала ещё в 1923 году в Германии, являлась частью знаменитого рок-фронта «Союза красных фронтовиков» и боевой организацией Коммунистической партии Германии времён Веймарской республики. Ну а вообще термин «антифашистское движение» судя по всему появился ещё раньше, в начале 20-го века, в Италии и обозначил противников Муссолини. Таким образом, можно считать, что своими историческими корнями «антифа» восходит группам боевиков, которые действовали в 20-30-х годах прошлого столетия в Италии, Испании и Германии и противостояли, соответственно, итальянским фашистам, испанским фалангистам и немецким национал-социалистам. Все они, по сути, являлись боевыми подразделениями местных компартий в той или иной мере, поддерживаемых Советским Союзом. Но уже позже, в середине 50-х годов прошлого века, движение «антифашистское действие» было запрещено в Западной Германии и, что характерно, на основании тех же самых законов, что лишили легитимности и национал-социалистов. Затем, в 60-х, есть против скинхеда. А к 80-м, наконец, перекочевали в США, где активисты на американском Среднем Западе стали организовывать стычки с бритоголовыми неонацистами на панк-концертах и других местах. К слову, первоначально американские антифашисты называли свои группы «антирасистское действие», полагая, что американцам куда понятнее борьба с расизмом, нежели чем с фашизмом. Примерно в это время американские журналисты и растиражировали в СМИ вот этот самый пресловутый термин «антифа». С тех пор группировки «антифа», оставаясь в идеологическом русле троцкийских, маоистских и прочих анархо-коммунистических идей, тихо тлели на маргинальных задворках левого лагеря. Левый мейнстрим от них дистанцировался, но, симпатизировав к боевому духу, потакал и закрывал глаза на агрессивность. Видимо, поэтому особенно пышно эти группы разрослись, созрели и набухли в городах, где у власти традиционно стали прогрессисты, например, Беркли, Портленд или Минейкласс. И именно здесь теперь не разразились по грунту. Возможно, в том, что касалось противостояния нацизму, фашизму или расизму, активистов «антифы» можно было бы, но если не принять, то, по крайней мере, понять. Однако то, что произошло после 2016 года, с полной ясностью продемонстрировало фундаментальную пагубность идеологий, изначально противопоставляющих себя либерально-демократическим ценностям и возводящим насилие в идеалы. Ведь именно тогда из недарь эстеблишмента демократической партии США, ошеломлённой своим проигрышем на президентских выборах вырвалось на свободу это спонтанное отчаяние. Хотя, на самом деле, мы понимаем, что, может быть, стать оно и было не спонтанным, а вполне осознанным действием, стремительно вылившееся в откровенную, яростную делегитимацию победившего противника. Дональд Трамп, 45-й президент США, вслед за ним и вся республиканская партия с её сторонниками, избирателями, то есть фактически больше половины Америки, были заклеймены как расисты, фашисты, ну и по списку дальше все подобные термины, которые бы... И таким образом Трамп и все его сторонники были фактически выведены за пределы легитимности. Кто стоял за этим разрушительным доамериканской политической традицией процессом? Был ли в этом напрямую замешан пламенный поклонник марксизма и политического ислама коварный Барак Хусейн Обама? Возможно, историки будущего сумеют найти ответы на этот вопрос. Так или иначе, но знаменитая фраза английской писательницы Эвелин Беатрис Хоу, часто ошибочно приписываемая Вольтер, «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваши правы их высказок», которая долгие годы определяла культуру политического диалога в США, была просто смятена парафразой из Евангелия от Матфея, превращенной российским революционером-народником Петром Зайчиневским в хорошо известное и безжалостное «Кто не с нами, тот против». «Кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами». И вот Антифа, остававшаяся до 2016 года глубоко маргинальным явлением, она буквально обрела абсолютную легитимацию со стороны левого мейнстрима после 2016 года, буквально пережила новое рождение, и многочисленные, в первую очередь, молодые сторонники Димпартии с лёгкой руки своих лидеров ринулись пополнять ряды местных фичей к Антифе. По данным Нью-Йоркской Антифы, в первые три недели января 2017 года твиттер группы вырос почти в четыре раза, к лету он уже превысил 15 тысяч человек. И вот обновлённая Антифа расправила плечи и хлынула, выплеснулась на улице, чувствуя за собой информационную, политическую, возможную и финансовую поддержку тех, кто прежде старался не афишировать свою идеологическую близость к хулиганам, экстремистам, радикалам. И воодушевлённые бояки Антифы стали атаковать уже не только и не столько расистов, сколько обычных простых республиканцев, да вообще всех, кто посмел быть с ними не согласен. И вот пример в июне 2016 года в Сан-Хосе, штат Калифорния, толпа, в которой, по крайней мере, часть была связана с местной ячейкой Антифы, напала на людей, вышедших на митинг в поддержку Трампа и избивала их, забрасывала яйцами. А вихновь 2017 года в Портлинге, штат Орегон, организация, которая называет себя Росс-Сити Антифа, к слову, она утверждает, что была основана еще в 2007 году и стала одной из первых групп США, использовавших подобное название Антифа. Она сорвала традиционный парад, проходивший в рамках ежегодного фестиваля РОС, чтобы не допустить шествия республиканцев, обычных республиканцев с флагами Трампа и в бейсболках мага. А затем, летом 2017 года в Беркли, штат Калифорния, Антифы и другие неомарксистские боевики атаковали мирных демонстрантов, участвующих в митинге «Нет марксизму в Америке». Антифы вооружились дубинками и перцовыми баллончиками и избивали людей самодельными щитами, на которых, послушайте, только было написано «Скажи нет ненависти». То есть до какого маразма, до какого абсурда могла дойти ситуация в Америке. Люди вышли на митинг «Нет марксизму в Америке», их избивают плакатами, щитами, на которых написано «Скажи нет ненависти». Это тоже был Антиф. И примерно с этого же времени в Беркли, а затем вообще других студенческих кампусов стали обычными срывы выступлений сторонников консервативной идеологии и представителей республиканской партии. То есть не каких-то уже радикальных представителей Альтрайта, какого-нибудь Спенсера, а обычных представителей республиканцев. И вот теперь те самые города, где прогрессивные власти годами закрывали глаза на шалости злобных маленьких немарксистских шакалов, идеологически близких к подспудному мироощущению, вспыхнули яркими факелами горящих улиц. Понятно, что жестокое задержание накачанного наркотиками бандита, расплатившегося поддельным чеком, оказавшего сопротивление органам правопорядка, затем скончавшегося в больнице не столько из-за душения под коленом полицейского, сколько из-за передоза, ну все это вряд ли тянет на пример классического расизма. Окей, наверняка рудименты постыдного этого явления, расизма, по-прежнему распространяют свое зловоние где-нибудь на обочинах американской культуры. Но совершенно ясно, что явно не в том масштабе, ради которого стоило сжигать целые города. Иными словами, пресловутый расизм, а уж тем более еще более маргинальный фашизм, тот, конечно, вовсе ни при чем. Разумеется, можно предположить, что по крайней мере часть нынешних погромщиков сжег магазин и грабит частную собственность, избивает попадающихся под руку граждан. Мы видели эти кадры все, где они сбивают дубинками женщину, которая защищает свой магазин. Эти люди искренне верят, что действуют во имя всего хорошего против всего плохого. Возможно. Но мне лично куда вероятнее кажется, что там гораздо больше тех, кто вливается в тусовку ради того, наслаждаясь безнаказанностью вандализма и возможностью разжиться парой другой золотых часов или на худой конец ящикам пива. Но, наконец, есть там и те, кто под шумок разряет синагоги и сжег евреев, мы так уже слышали тоже, вымещая многолетние унижения из-за неспособности отдалиться всех в Палестине сионистов. Но за всеми этими погромами четко прослеживается главная политическая цель, к которой стремятся настоящие инициаторы псевдоспонтанных протестов. Ведь подумайте, внезапно стратегический интерес их экстремистов-антифы, которые, в общем, стремятся разрушить глубоко ненавистное им либерально-демократическое общество. Эта ненависть, она как бы неотъемлемая часть их идеологии, она восходит еще вот к этому Жоржу Сорелю, который был отцом и анархистов, и коммунистов, и фашистов. Это абсолютная ненависть, противопоставляющая себя либерально-демократическим ценностям современного западного общества. Так вот, этот глубоко стратегический их интерес, он совпал с тактическими интересами куда более прагматичных лидеров мейнстрима-демпартий, которые надеются таким образом подорвать нынешнюю дестабилизацию и репутацию Трампа, поскольку возможная победа его в ноябре буквально сводит их с ума. И вот, сливаясь вместе, они породили то, что стало еще более зловещим образом напоминать классический фашизм. Снова обратимся к словарю Мирьям Вепстер. Он напоминает нам, что фашисты стремятся к жестокой экономической и социальной регуляции и насильственному подавлению оппозиции. И что мы видим? Мы видим, что лидеры демпартии, ну, вроде сенатора Элизабет Уоррен, призывают к первой части к жестокой экономической и социальной регуляции. Я уже не говорю о том, что там выдает Шурочка Кортес и ее подружка, как ее зовут, Лобстер, Альхан Амар. Так вот, они как бы призывают к этой первой части, к жестокой экономической и социальной регуляции, а чернорубашечники Антиф обеспечивают вторую составляющую — насильственное подавление оппозиции. Эти усилия прекрасно дополняют друг друга, просто по определению фашизма как такового. Конечно, пока сложно сказать, как нынешние погромы повлияют на мнение американских избирателей, ведь, вероятно, они испугают людей и, может быть, оттолкнут от демократов. И это как бы хотелось бы, чтобы так было, чтобы люди, которые организовали и выплеснули весь этот ужас на улице Америки, чтобы они поплатились за это. Но, к сожалению, и опыты в европейской, западной европейской политической культуре уже были. Может статься, что всё это создаст совершенно обратный эффект. И возникнет у людей ощущение, что, мол, может быть, стоит уступить, сдать этим безумцам Трампа, чтобы обрести столько долгожданный покой. Мы это видели у нас в Израиле, когда вот Натаньяо стоял прочно в течение года. Его пытались дискредитировать и уничтожить всеми способами. И в какой-то момент уже внутри правого общества, которое поддерживало Натаньяо, стали раздаваться всё чаще голоса. Ну ладно, невозможно, невозможно. Мы идём на выборы первые, вторые, третьи. Они все против него, они все против него. Давайте уже пусть он уйдёт, и кто-нибудь другой придёт. Это было ужасно совершенно, но я видел, как хорошие, в общем, люди, правые, убеждённые, они говорили, давайте мы сдадим Натаньяо, потому что это невозможно. Слава Богу, Натаньяо никого не слушал, и он, в общем-то, он боец спецназа, и это черта, которую, я думаю, что туда отбирают людей с подобным восприятием в действительности. В критической ситуации он просто отключается, он превращается, как бы капсулируется, ему вообще плевать, что говорят вокруг, он действует по своему плану, и сбить его, как ракету, наведённую уже на цель, невозможно. Это нас спасло. Но в другой ситуации мы бы, скорее всего, просто его бы доконали и изнутри предателям, я не могу даже назвать их предателями, потому что это были люди, которые искренне считали, что невозможно ничего сделать. И вот на самом деле меня очень волнует этот момент, что произойдёт в Америке в ноябре. Будет ли это ощущение от того, что сейчас люди видят и ощущают, особенно в этих городах прогрессивистов, ужас, который они увидели, к чему ведут их демократы, приведёт ли он их к тому, что люди, которые голосовали традиционно за демократов, потому что, о, республиканцы, это же совершенно ужасно, они чуть-чуть подвинутся и республиканцы станут для них не столь ужасными. Или, наоборот, люди, которые колебались, которые были как бы на грани между демократами и республиканцами, таких, как я понимаю, в общем-то всегда было большинство в Америке, нормальные люди, которые не являлись фанатами той или иной клуба политического. Они просто жили и смотрели, окей, этот обещает, этот обещает, этот, надо выбирать что-то получше. И вот для них сейчас действительно, может быть, они не считают, что Трамп такой ужасный, что он фашист, расист и дальше по тексту. Но вот эти же страшные уроды, погромщики, они же все тут сожгут. Давайте мы им сдадим Трампа, и может быть, нам станет легче. И вот это меня действительно очень волнует. К сожалению, мы можем сделать все, что мы можем. Мы можем постараться объяснить людям, что ни в коем случае нельзя вот так вот отступать, нельзя уступать. И, окей, посмотрите на Израиль, на маленький Израиль. Мы устояли, вот сейчас мы отыгрались, у нас был год тяжелейшей борьбы, но в конце концов мы все-таки отыграли, отстояли Натаньялов с потерями, очень серьезными потерями. Но все-таки сохранили его как лидера национального лагеря, и движемся сейчас к суверенитету, дай Бог, об этом еще поговорим сегодня. Это состоится в ближайшие месяцы. Но прав, очень прав был Эрих Фром, один из самых зловещих основоположников культурного марксизма. Он говорил так, кризис демократии это не специфическая итальянская или германская проблема, он, кстати, говорил, это в 40-е годы еще. Это проблема, стоящая перед каждым современным государством. И совершенно не имеет значения, какие символы выбирают враги человеческой свободы. Свобода подвергается не меньшей опасности, атакуют ли ее во имя антифашизма или во имя прямого фашизма. Друзья, на самом деле все очень и очень серьезно. И сегодня бросают вызов не Трампу, и не расистам, не Альф-Правым, не Спенсеру, не Беннену, не каким-нибудь еще персонажам. Бросают вызов американскому обществу. Обществу, которое уже 300 лет пытается сохранять либерально-демократические ценности. Окей, не все было сразу замечательно, но Америка пришла к совершенно удивительному, гармоничному гражданскому обществу, в котором либеральные ценности, демократические ценности достигли пика. И вот сейчас эти самые порождения, я даже не знаю, как сказать, злодейства, тьмы, которые выползли из углов анархисты, коммунисты, а вместе с ними и радикальные исламисты, сторонники политического ислама, и, конечно же, неомарксисты, вся эта масса, они пытаются атаковать не Трампа и не республиканцев, они пытаются обрушить вот эту самую модель либерально-демократического общества. У них есть попутчики демократической, эстабличной демократической партии, которые сейчас считают, что лучше с ними и свалим Трампа, и там разберемся. Примерно так, как Либерман говорил, свалим Натанияу, можно даже вместе с арабскими террористами, сторонниками террора. Это не пройдет, это ужасно, ни в коем случае не допустите это. Спасибо. Александр, вы сказали, посмотрите на этот маленький Израиль, и действительно, он вызывает восхищение. А вы посмотрите на местных американских евреев и еврейские организации. Совет еврейской общины Сан-Франциско обратился к членам своей общины с предложением или с просьбой проявить солидарность с организацией Black Lives Matter, и предложили им встать на колени, сфотографироваться и прислать эту фотографию. Они уже будут размещать ее в группу и так далее. И вот я сейчас смотрю на Фейсбуке фотографии женщины с двумя детьми и у них значит плакат, в котором они так сказать посыпают голову пеплом и выражают свою солидарность. Это ужасно? Я скажу вам почему? Это ужасно. Как бы по всем параметрам. В первую очередь с точки зрения еврейской традиции. Я вам скажу, в разных религиях по-разному люди ведут себя, как бы проявляют смирение. В еврейской культуре, в еврейской традиции человек не становится на колени. Никогда. Находясь в синагоге и во время молитвы человек стоит или сидит, он читает молитву, он обращается к Богу, он никогда не становится на колени. Это очень важно. Человек не должен стоять на колени. Один раз в году в одной единственной молитве во время судного дня есть момент, когда валящиеся евреи простираются ниц, они ложатся, но не стоят на коленях. И вот это вот стояние на коленях, оно противоречит всей сути еврейской традиции. Понятно, что люди, которые сейчас выполняют это безумное, подлое, отвратительное пожелание, они просто, ну я не могу сказать, вычеркивают себя, но они настолько далеки от еврейской традиции, что я даже не могу за них стыдиться. Я стыжусь за них не как за евреев своих собратьев, а как за просто людей, которые разделяют со мной эту планету. И мне очень жалко, что эти люди сегодня находятся в таком глубоком внутреннем психологическом и идеологическом кризисе и не понимают, что они творят. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Благодаря левые пределы, во многих странах люди выступают за вот этих мирных погромщиков, грабителей и поджигателей. Это мой первый вопрос. И вот на чьей стороне ваши израильтяне, это мой первый вопрос. А во второй, вот буквально несколько месяцев тому назад до выборов в Канессе у вас уже нечто подобное произошло. Ефиопа там убил ваш полицейский случайно и тоже были у вас погромы и возможно и поджигания были, я не помню. Вот не было ли не кажется вам, что это было что-то вроде генеральной репетиции того, что произошло у нас, потому что левые все стран очень сильно объединены. Спасибо. Смотрите, я не знаю, бывали ли это генеральные репетиции или скорее просто общий вектор борьбы левых идеологий против либерально-демократического общества, будь то в Израиле или в США. Вы сказали, как вам в Израиле относятся? Скажем так, более-менее четкое разделение. Правые считают, что эти погромы не имеют никакого отношения к как бы окей, в Америке наверняка существуют проблемы расизма. Там и здесь где-то такое случается и с этим нужно бороться, с этим борются, но это абсолютно настолько маргинально, что это абсолютно не оправдывает вот того беспредела, который случился. И большинство израильских правок прекрасно понимают, что этот беспредел не связан с тем, что Бандюган с передозом жестоко придавили колено. Это четко сориентировано против Трампа. Среди левых соответственно как бы многие ассоциируют себя или солидаризируются с демократами, которые сейчас плачут и кричат, что проклятый Трамп вот довел до чего страны. Что касается того, что действительно некоторое время назад в Израиле была похожая очень ситуация. Опять же, эфиоп, эфиопский еврей, под наркоман, то есть он, я не знаю, был ли он наркоманом, но он был приняв дозу, стал закидывать камнями мальчика во дворе, полицейский, который не был при исполнении, но он был соседом, но пытался вмешаться. Камень был брошен в него, он выстрелил, на самом деле старался выстрелить так, чтобы не попасть, а как бы пригрозить, но рикошетом это поле попало и убило этого с передозом. И после этого действительно, как по команде, стройными рядами, причем там были не только эфиопские евреи, но там были и нелегалы Южного Тель-Авива, эритрейцы и суданцы, которые не имеют никакого отношения к еврейскому этосу, а просто здесь сидят на птичьих правах, потому что левые добились из того, чтобы они остались здесь, мы об этом говорили, и там были, конечно же, активисты не черные, там были всякие левые, всякая левая шушера, и они выплеснулись в больших городах, в Хайфе, в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Иерусалиме, по-моему, меньше, и устроили в течение суток или двух такую вот как бы возню, они перегораживали трассу, там я видел одну подожженную машину, они шумели, но я не видел разрушенных магазинов, разбитых, я не видел нападений на людей, и к концу второго дня полиция сказала, окей, спасибо, вы выпустили пар, всем спасибо, все свободны, и стало их очень жестко возвращать обратно, они быстро поняли, что дальше у них не получится, и разбежались по углам, то есть, в каком-то смысле, Израиль, из-за того, что он все время немножко сидит на вулкане, и у нас, не то чтобы есть прививка какая-то, но служба внутренней безопасности, они не развращены вот так вот, как у вас прогрессивистами, и Натаняло тогда сказал, окей, значит, мы дадим выплеснуться гневу в течение двух дней, если, конечно, не будет нападений на людей, то есть, окей, перегородили шоссе, побуянили там, пошумели с полицейским, полицейские для того, к сожалению, существуют, чтобы выдерживать эти атаки, но не более того, а к концу второго дня все, спасибо, давайте с поля убирайтесь. На самом деле, конечно же, сейчас левые наши, которые тоже пытаются здесь создать что-то вроде антифы, они тоже чего-то там такое закрутят, как вот и выплеснулось опять же в интернет в тайных группах израильской антифы, ну или около антифной такой вот тусовки, они там тоже разрабатывают планы, как нанести, как бы устроить провокации на демонстрации, как напасть на полицейских, как туда-сюда, во-первых, это все уже выплеснулось, то есть, те службы полиции и службы безопасности, которые должны за этим приглядывать, они уже это все видели, просто прочитали в новостях. На исходе субботы, то есть завтра вечером, они на площади царей Израиля в Тель-Авиве должны провести какую-то демонстрацию, посмотрим. Если честно, я думаю, что в Израиле этих маргиналов пока достаточно мало, и настоящих буйных, как говорил Пел Высоцкий, тоже мало, то есть не удастся им вот такую вот развить бурную деятельность, возможно, что они соберутся на площади перед Мэрией в Тель-Авиве, они там шумят, покричат, они, возможно, перегородят окрестные трассы на какое-то время, ну а затем как бы полиция придет и отправит их домой в СПА. Посмотрим, потому что, конечно, все меняется, и может статься, что они готовят нам какие-то большие серьезные подлянки, поскольку, конечно, их основная цель разрушить общество, и убитый год назад наркоман в Израиле или убитый сейчас в Америке наркоман, они, конечно, являются только даже не триггером, а так причиной, зацепкой для того, чтобы пытаться расшатать израильскую государственность и, например, помешать нам суверенитету. Ну, давайте продолжим и суверенитет и говорить уже после перерыва. После перерыва. Совершенно верно. Небольшой перерыв на рекламу, после чего вернемся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Александр, если не возражаете, давайте примем звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Александр, мне кажется, что победил в основном Натаньяху. Ведь избиратель израильский в последний раз проголосовал примерно так же, как проголосовал в предыдущие разы. Может быть, уже сейчас, когда Либерман показал свое лицо и, так сказать, решил скопироваться с арабами, уже в следующий раз бы такого голосования не было. Но, слава Богу, что все так заканчивается. А вот, что у нас, как вы говорите, куда, мы не знаем, как отреагирует наш избиратель. Потому что, если человек поймет, что виноваты, о том, что их не защитили демократы, демократические губернаторы и мэры, то они поймут, что виноваты демократы и демократическая партия. А если они всю вину возложат на Трампа, то, конечно, нам будет очень плохо. И вот, как нам себя вести, как это объяснять и что делать, это очень большой вопрос. Я не знаю. Спасибо большое. Ну, я абсолютно с вами согласен. Единственное, что я могу сказать, боритесь. Боритесь, несмотря ни на что. Не говорите, ой, что я могу, я знаю двух с половиной человек. Да, каждый человек, которого вы можете убедить сейчас до ноября перейти на сторону Трампа и не только перейти, убедить остаться. Ведь есть люди, колеблющиеся. Займитесь ими, если это вам проще. Не берите зарьяного демократа, не пытайтесь превратить его в республиканца. Возьмите своих близких, постарайтесь убедить их, что выбор между жизнью и смертью, по сути дела, между процветающей Америкой и Венесуэлой, постарайтесь их убедить и боритесь до самого конца. Не отчаиваться, не брать в расчёт ничего, не слушать вражеские голоса, идти вперёд, верить в то, что вы делаете и убеждать вокруг себя. Людей распространяют уверенность в победе, потому что для очень многих людей, я вас уверяю, очень важно присоединиться к победителям. Если вы будете не хныкать, а говорить, да, мы победим, убеждённо и уверенно объяснять, почему за вами сила, то многие выберут вашу сторону. Ну и мы хотели более подробно поговорить о суверенитете, почему это хорошо для Израиля. Ну да, на самом деле, мы очень много говорили с вами, Сергей, в наших передачах об этом, но судя по тому, что происходит сейчас в Фейсбуке, в социальных сетях такой разброд и шатание вокруг этого суверенитета, я понимаю, что нужно снова и снова повторять основные вещи, которые мы на самом деле уже говорили не раз. По сути дела, сейчас Израиль подошёл к ситуации, очень напоминающий вот известный момент в «Двенадцати стульях», та самая пресловутая встреча или фраза «Утром деньги, вечером стулья». Так вот, про стулья и про деньги по поводу предстоящего распространения суверенитета на третье «Удей и Самарии» в рамках плана Трампа. Суть сделки, фактически, после всех больших объёмных слов сводится к тому, что мы сейчас, мы Израиль, уже сейчас и сразу распространяем суверенитет на Иорданскую долину и большую часть земель, окружающих еврейские города и деревни Иудеи и Самарии. Всё это вместе будет составлять примерно треть от всего района. Но при этом обязуемся признать арабское государство через 3-4 года, если арабы выполнят ряд условий, разумных с точки зрения нормальных людей, но совершенно неприемлемых для тех, кто надеется в будущем ликвидировать еврейское государство. То есть от них требуется разоружиться, отказаться от террора, от подстрекательства, дипломатической войны и так далее. Иными словами, если арабы вдруг изменятся и станут белыми и пушистыми, то они получат на оставшейся территории автономию с расширенными полномочиями. Почему автономию? Потому что без армии, без контроля над эфирным пространством и контролем над воздушным пространством. И всё это они могут назвать, если не захотят, галактической империей, султанатом, всё, что хотят. Но фишка в том, что, разумеется, они не изменятся и белыми пушистыми не станут. А значит, на исходе трёх-четырёх лет мы вернёмся к прежнему спору только уже при том, что одну треть мы уже взяли себе и осталось две трети, за которые мы спорили. И тут главная опасность как бы в двух подвохах. Во-первых, кто станет через 3-4 года оценивать степень вот такой вот пушистости наших арабов? И второй вопрос, смогут ли арабы в течение всего этого трёх-четырёхлетнего периода беспрепятственно строить на территориях, которые мы считаем сейчас спорными. То есть, которые либо будут нашими, либо будут их. Если мы там строить не сможем, мы сможем строить только в поселениях и там, где у нас будет суверенитет. Если они будут строить на оставшиеся территории, то понятно, что угроза очевидна. Даже если, когда мы придём потом к какому-то новому противостоянию, у них уже там будут посёлки, города, они скажут, это наша земля, мы здесь живём, всё, до свидания. Ну и второе, более важное, конечно, кто будет оценивать степень их миролюбия? Если это будет Байден, не дай Бог, не приведи Господь, то, конечно же, даже если они будут каждый день взрываться в наших автобусах и в супермаркетах, то Байден скажет, ну они жгут по условиям. Ну он вообще ничего не скажет, просто его поднимут там и за него кто-то проговорит кошмаками. Но вместе с тем, при всех этих опасностях, совершенно ясно, что нам, израильтянам, впервые предлагают очень выгодный обмен. По сути дела, нам говорят так, стулья мы вам отдаём уже сейчас, а деньги за них вы когда-нибудь потом принесёте. Я повторю, конкретную и реальную землю под свой суверенитет мы получаем уже сейчас, расплачивая за это будущие готовности признать их государственность. То есть, по сути дела, обещание. Ведь в прошлом нас как раз вынуждали поступать ровно наоборот. Мы отдавали землю и должны были делать это сразу, а взамен получали обещание, что к нам будет чуть-чуть терпения, мы вас будем убивать не так много. Но, конечно, они даже этого не выполняют. Мы ведь не знаем, что будет потом. Давайте вспомним на Средина и Осла, и Султана, и на Средин, который брался учить ослограмоте за сколько там, за 30 лет. Его спросили, что ты, и брал кучу денег под это дело. Он говорит, ну, кто-то за 30 лет обязательно умрёт. Или я, или осёл, или Султан. Так вот, что будет через 3-4 года, мы не знаем. Но если мы сейчас откажемся от суверенитета, чтобы не обязываться под будущее палестинское государство, то никто не гарантирует, что в будущем у нас позиции станут сильнее, возможности шире. Потому что, не дай бог, придёт Байден или какое-нибудь другое ничтожество вместо Трампа, и всё будет совершенно по-другому, и мы будем уже спасать Тель-Авив, а не Иорданскую долину. И на самом деле, ведь именно так, вот как сейчас я объяснял, рассуждал в своё время в 1948 году Бен-Гурион. Он говорил, возьмём всё, что нам сможем урвать, а дальше разберёмся. И мы понимаем, что он был абсолютно прав. Ему предлагали одну восьмую часть от того, что британцы когда-то пообещали евреям как национальное государство. Одну восьмую. И он сказал, мы ждали 2000 лет, мы не будем отказываться. Арабы сказали, всё или ничего. И в итоге, как мы знаем, получили ничего. Поэтому лучше брать всё, что можно взять уже сейчас, а уже затем спорить о цене того, что будет в наших руках, чем надеяться получить больше и в итоге лишиться всего. И это, конечно, спор внутренний правый, потому что левые говорят, всё плохо, дало этот суверенитет, будет война, кричат нам Шалом Ахшал, мир сегодня. Они говорят, будет война за суверенитет. То есть они как бы готовы уже идти на войну, видимо, как антифа. Но их мало, и я их не очень боюсь. Но проблемы внутри правого лагеря, многие убеждённые правые говорят, ну как так? Мы можем сейчас признать, как в будущем пообещать, что мы признаем арабское государство. Это против нашей традиции, это против всего. Мы не должны на это идти. Трамп нам не друг, кричат они. И вот здесь надо попытаться действительно успокоиться и посмотреть на ситуацию реально и поступить как Бенгурион. Окей, мы возьмём то, что нам сейчас даёт, а про дальше будем думать дальше. Сергей. Ну а теперь у нас ещё осталось немного времени. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Добрый день. Спасибо, спасибо, Александр, за передачу про антифу. Но вы, я хочу, чтобы вы сказали два слова про другую организацию, которую я не вижу ни нахуй разницы между ними с течением света кожи. Это Black Lives Matter. И то, что я, демонстрации были и в Лондоне, и в Германии этой организации. И у вас что-то такое было, я прочитал Павлика, по другим поводам, но что-то такое подобное. Расскажите, у вас тоже есть какие-то Black Lives Matter, организации такого типа? Или мне просто показалось, что я читал в зерусе импорт? Окей? Спасибо большое, я послушаю вас по радио. Я не уверен, что в Израиле существуют официально филиалы этой бандитской организации. Но, безусловно, в Израиле есть сегодня эфиопские евреи, а с ними вместе, к сожалению, приехали люди, которые никакого вообще отношения к еврейству не имеют, но они приехали из Эфиопии. И они, как бы выходя на свои демонстрации, добиваясь часто, их демонстрации имеют совершенно другой оттенок. Это просто организованы, выходят, чтобы потребовать свои каких-то себе преференции. То есть, это, в общем-то, в рамках демократического государства, гражданское общество, они организовываются, чего-то там требуют, выбивают себе какие-то льготы. Это легитимно, так работает. Иногда они эти самые требования своей демонстрации превращают в потасовки с полицией, в шум, крик, в гамм. И часто можно увидеть у них на плакатах, они там пишут действительно Black Lives Matter, как бы типа вот мы как в Америке, как у больших. Это ужасно, на самом деле, меня выводит из себя, потому что, ребята, вы уже определитесь. Или вы себя считаете потомками рабов, которых завезли в Америку, теперь вам все должны. Или вы считаете себя эфиопами, которые, к слову, вообще никогда не были рабами. Эфиопия — единственная страна в Африке, которая никогда не была колонизована. И люди там жили, они никогда не были рабами. Это было свободное государство. Вы приехали из свободного государства, вы приехали сюда как евреи. Что вы мне крутите мозги со своим Black Lives Matter? Поэтому, пока ты видел, организации, я думаю, здесь в Израиле пока нет. Хотя, кто знает, достаточно двух, трех приприимчивых каких-нибудь ашкенадских евреев, которые могут здесь открыть такой филиал, кто им помешает. Вопрос, насколько это для Израиля актуально, и что вообще из себя они представляют. На мой взгляд, Black Lives Matter — это, конечно, одна из разновидностей антифы. То есть, не марксистская организация, боевая, активная, насильственная, задача которой — разрушить либерально-демократическую основу американского общества. Точно так же, как у антифы. Ничем они не отличаются. Может быть, Black Lives Matter, поскольку они еще черные и расисты, они, может быть, неохотно берут к себе белых. То есть, у них же белые — это люди низшего сорта. Может быть, там, а в антифе, насколько я понимаю, все-таки есть и черные, и белые. В остальном, я думаю, что никакой разницы между ними нет. Маргиналы, негодяи, подонки, не марксисты, разрушители либерально-демократического общества американского, враги вашего народа и вашей страны. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, что я такого-то, ну, эти видео посмотрел, где черные вынуждают целовать ботинки себе и белые охотно, чуть не с удовольствием наклоняются, целуют, на колени становятся, целуют ботинок, обувь. И я так понял, это они просят прощения за рабство, которое белые устроили черным, якобы, так. А вот тот прочел интересную информацию, что афроамериканцы это потомки, обращенных в рабство не белыми, а именно афроамериканцами. Белые не гонялись за незаконными джунглями, по незнакомым джунглям, за плиткими туземцами. Белые покупали африканцев, уже обращенных в рабство у других африканцев. Вот что интересно. Интересно и другое, что да, белых, наверное, можно, что они скупщики, но воры все-таки сами африканцы. И интересно, что больше всего продавали, торговали рабами, это все-таки были арабы, турки, вот, очень сильно воровали. Индусы очень торговали рабами много. И индусы, вот, что удивило меня, кстати, и получается, что белые это единственные, кто освободили африканцев от рабства. И вот сейчас они на коленях, то есть, я не знаю, правильно ли это история, но так я понимаю это. И если это так, нужно просто объяснить историю, наверное, тем же американцам, особенно тем, которые целуют ботинки. Во-первых, вы абсолютно правы. Более того, вот эту историю, как вы сейчас объяснили, я читал у профессора Томаса Сойла. Профессор Томас Сойл, американский профессор, социолог, очень умный, глубокий человек, и, кстати, черный абсолютно. И он именно так и писал. Он писал о том, что мало того, что белые не были теми, кто порабощал негров в Африке, это в основном были именно мусульмане, арабы. Более того, белая западная цивилизация приложила максимум усилий, она воевала для того, чтобы прекратить рабство. Рабство в Африке было прекращено усилиями западных государств. То есть, белые, если могут что-то о себе сказать, они прекратили это рабство. И уж, конечно, 400 лет спустя сегодня потом белые потомки и черные потомки всех этих событий искать вину среди белых, со стороны белых, это ужасно, это отвратительно. На мой взгляд, тот негр, который предлагает целовать свой ботинок белому, и тот белый, который соглашается целовать этот ботинок, одинаково мерзительно, одинаково унижают самих себя и свое достоинство человеческое. И мне противны оба человека эти. И что можно с этим сделать? Действительно, глупость и наивность людей совершенно фантастичны. Объясняйте, объясняйте, объясняйте всеми возможными вам способами, понятными языками, объясняйте, что, а, все, что они говорят о вине современных американцев за рабство, это неправда, и наоборот, можно благодарить, негри должны были бы благодарить европейскую цивилизацию, то, что она освободила их от рабства. и то, что нынешние люди совершенно не имеют отношения к этому и не должны не отвечать за то, что было раньше, и то, что вот это целование ботинок и предложение поцеловать, и само целование, как и вставание на колено, кстати, это унижение человеческого достоинства недостойно ни одной стороны, ни другой. Объясняйте, что я могу сказать еще. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, добрый день, Филадельфия. Я хочу к этому добавить, вот, что о рабстве. Мы, конечно, можем это все уточнить, демократическое, демократическое, демократический юг был рабовладельческий, демократический юг не хотел освобождения рабов. Среди рабов, среди владельцев плантаций было достаточно черных, которые владели рабами. Но кто хочет об этом знать? Никто. Потому что испокон веков народ остается тупым, и он не хочет знать. Он знает только свое. И поэтому мы имеем проблему объяснять. Ну, объясните каким-нибудь туземцам, которые вот воруют. Пойдите в черные районы, объясните им, что это неправильно. Ничего не поможет. It's life. К сожалению. Освободили от рабства северяне. Но тем не менее, вы видели, что было в Вашингтоне, как оскверняли пантеон Линкольну. Вот и все. Объясните этим людям. Мне кажется, это бесполезно. Это больное общество. Я просто вас перебиваю. Я понимаю, что Сергей уже заканчивает нашу передачу. Я снова подчеркну одну важную вещь. Помните, что все эти предлоги и обвинения в рабстве это все предлоги тех людей, которые хотят разрушить ваше общество, потому что оно является либеральным и демократическим. Им не нужна, не презирают либеральные демократические свободы. Отстаивайте свои свободы вместе с теми, кто захочет их отстаивать белыми и черными. Отстаивайте вместе против этих самых неомарксистов во всех их проявлениях от ИГИЛа и большевиков до Блэклифсмэта и Антифы. Еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Я очень коротко скажу. Человеческая психология до последних нескольких тысяч лет ничуть не изменилась. И поэтому, к сожалению, достучаться до мозгов тех, кто не хочет ничего понимать, нет. К сожалению, наверное, скорее всего силовой метод. самой действенной. Все, больше мне сказать нечего. Спасибо. Короткий... Это как раз методы тех, кто противостоит и разрушает либеральные демократические модели. Я вам скажу снова по Израилю. Нам было очень сложно, но мы в этом году все-таки сумели отстоять. Мы собрали то необходимое количество людей, которое поддержало правый лагерь. Это было тяжело и трудно, и вы в Америке тоже сможете это сделать. Вы сможете набрать. У вас есть замечательные массы евангелистов, у вас есть огромное количество здоровых людей, у вас есть целые штаты, где люди вышли на улицы, там ведь нет никаких беспорядков. Там и белые, и черные с оружием в руках вышли и сказали «Вы грабите, мы стреляем». И они вместе, и они знают, что они защищают свою страну и свое общество. И там нет ни расизма, ни вот этих самых негодяев, ни марксистов. Так что у вас есть здоровые силы, вы сможете победить. И еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я хочу... Меня зовут Евгений. Я хочу сказать вот тем людям, которые сейчас выступали уже с опущенными руками и говорят, что ничего сделать нельзя. Ребята, у нас есть единственный выход. Выиграть не только президентство, но и выиграть Палату представителей. И проводить законы, которые будут не просто запрещать, а будут еще запрещать и наказывать все вот это вот действие. Другого выхода у нас нет. Мы не можем начать гражданскую войну и ответить на громил этих своим оружием. Вот это что я хотел сказать. Спасибо. Идите голосовать. Вперед. Спасибо. Мне нечего добавить. Абсолютно верно. И потом, вы же знаете, что в выборах принимает участие порядка 40-42% избирателей. Поэтому все будет зависеть от того, сколько человек выйдет на голосование, сколько человек пойдут, оторвут пятую точку от дивана и пойдут проголосуют. И возможно, вполне возможно, что даже такие штаты, как Иллинойс, такие, ну, я не знаю, как насчет Калифорнии, но Нью-Йорк, после того, что они пережили, вполне возможно, вот реализация вот того, о чем говорил наш радиослушатель. От активности на избирательных участках будет зависеть результат. Именно так. Александр, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно. И до встречи в следующий раз. До встречи. Всего доброго. До свидания.